Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на прямой связи сегодня историк, журналист, кандидат исторических наук, экс-главный редактор журнала «Форбс и GQ» Николай Усков. Здравствуйте, Николай Феликсович. Ты же экс-редакционный директор журнала «Форбс». Да, прошу прощения. Это важное уточнение. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, задавайте свой вопрос. Также звоните из-за рубежа код плюс 371. Ну вот сегодня так уж вышло, Николай Феликсович, что вы нашли время для интервью нам. И сегодня свой день рождения отмечает президент России Владимир Путин. На ваш взгляд, вот с исторической перспективы, можно оценить этот период, что Путин у власти? И как его можно оценить? Ну, он имбивалентен, как все в российской истории. То есть, с одной стороны, это, наверное, самый благополучный период русской истории для населения. Потому что так Россия богата и спокойно не жила никогда, с одной стороны. С другой стороны, это время в общем все равно неких обманутых надежд, потому что 30 лет назад, когда все начиналось, в 1991 году, конечно, ожидания были другими. Мы полагали, что Россия станет европейского типа страной, комфортной, капиталистической, где частные инициативы будут поощряться, а частная жизнь будет надежно защищена законом Конституции. Получилось не совсем так. Многие ожидания состоялись, но мне кажется, что и со свободой частной жизни, со свободой частной инициативы большие проблемы в стране. Ну, вам как историку Путин еще интересен или вам все уже понятно о нем? Вот как фигура, как личность? Ну, в истории, наверное, любой персонаж, который лет 20 правит, вызывает интерес. Во-первых, удержаться у власти это совсем непросто. 20 лет это в нашем мире вечность. Все меняется за пару лет. То есть, это уже вызывает интерес. Уже об этом интересно порассуждать и как-то осмыслить. С другой стороны, его кондиционный срок еще не закончился, поэтому у него еще возможность совершить какие-то другие поступки. Поэтому, мне кажется, за ним интересно будет наблюдать. Насколько справедливы аналогии, которые некоторые проводят, сравнивая Путина с вождями или с царями прошлого? Ну, и с Петром Первым, или с Иосифом Сталином. Много можно разных аналогий услышать и найти. По крайней мере, люди их высказывают. Вот как вы это видите и как вы это оцениваете? Ну, история все-таки еще не закончилась. Сравнивать, наверное, глупо, потому что подлинный масштаб личности мы начинаем ощущать после, как правило. Мне кажется, что ни Петр, ни Сталин, наверное, они никак не подходят для сравнения с Путиным, потому что все-таки перед Путиным не стояло таких задач, которые стояли перед этими правителями. Плюс, может быть, и слава Богу, что не стояло. Не было больших войн, которые обычно делают правителей великими, так называемые. Не было каких-то страшных потрясений, угроз для страны. В общем, место Путина в истории связано с завершением той трансформации, которая началась в 1991 году. И он будет оцениваться будущим, как мне кажется, именно потому, что удачно оказалась эта трансформация, его вклад в эту трансформацию. Или все-таки он где-то не дотянул. Вы ведь, ну, по крайней мере, вам это приписывают, что вы запустили в обиход понятие «путинский гламур». Так ли это? И что под этим вы понимаете? Ну, это когда-то было очень давно, да, потому что было такое время. Просто на фоне колоссального роста нефтяных цен в России сложилась удивительно благополучная экономическая ситуация, где-то в середине нулевых. И, в общем-то, вся общественная жизнь свелась к постоянному празднику, к упоению гламуром, к упоению успехом. В общем, этот термин, не бог весть какой, важный, он связан именно с этим ощущением времени. Такая ярмарка тщеславия. Ну да, да, да. Ну как люди жили бедно, скучно, скромно, да, и вдруг у них появились новые возможности. Конечно, все бурлило, пенилось шампански. Ну вот нередко Бориса Березовского называют одним из тех, кто создал Путина как правителя, и в чем потом был разочарован, по крайней мере, по его словам. Вообще, на ваш взгляд, можно ли период 90-х назвать временем Березовского, как это сделал Петр Авин в своей книге? Ну, Петр Авин не считал 90-е временем Березовского. Он назвал так свою книгу. Он считал, что то время, которое мы пережили в 90-е, да, но лучше всего описывается через фигуру Березовского. Потому что у него было очень много авантюризма, азарта, в нем мелочность и глупость сочеталась с величием. Скорее, Петр Олегович это имел в виду, называя 90-е временем Березовского. Это скорее, конечно, время Горбачева и Ельцина. Все-таки, прежде всего, Ельцина, безусловно. И, конечно, Березовский какое-то влияние оказывал на то, чтобы Путин стал президентом. Но он очень сильно преувеличивал свою роль в этом деле. Все-таки, это, прежде всего, решение Бориса Николаевича Ельцина. На 90-е называли лихими. С одной стороны, это было время больших потрясений, бандитских разборок. С другой стороны, время какой-то такой сумасшедшей свободы, в том числе и средств массовой информации. Вот на ваш взгляд, это время свободы, оно ушло сейчас в России? И нет его, ее. Ну, такой свободы, конечно, как в 90-е, я не чувствую. В стране журналистам работать сложно. Более того, даже не журналистам. Вы знаете, что некоторые участники московского дела сидят и будут сидеть годы за какие-то бессмысленные твиты или записи в Фейсбуке. Конечно, свободы стало меньше. Но говорить о том, что ее совсем нет, тоже нельзя. Потому что существуют и вполне себе независимые средства массовой информации частные, в том числе журнал «Форбс». Есть «Эхо Москвы», есть телеканал «Дождь», есть «Новая газета». Я не чувствую, что мы живем в Советском Союзе. Нет, конечно. Но все-таки... Другое образование. Попытки вернуть Советский Союз или сделать какое-то возрождение, может быть, другую модель, но тем не менее, вот к этим советским каким-то вариантам. Это происходит сейчас или все-таки нет? Ну, мне кажется, что речь идет скорее об имитации Советского Союза. Путин достаточно искусно манипулирует общественным сознанием, которое неизбежно ностальгирует по молодости, по советскому. Потому что тогда они были лучше, тогда они были моложе, чувствовали, может быть, себя защищенней во многом. Я не думаю, что в его планы входят возрождение Советского Союза, потому что Путин нет идеологии, сопоставимость советской идеологии. Все-таки Советский Союз – это, прежде всего, огромная идеологическая утопия. А такой утопии у России, конечно, нет. Есть определенные геополитические расчеты, которые по-прежнему рассматривает СНГ как сферу интересов России. Но отчасти это так, почему нет? Потому что там довольно большое русское население, нас многое связывает экономически и культурно. Но не думаю, что он хотел бы возродить Советский Союз. Мне кажется, это нереалистично. Строчки Бродского из письма римскому другу о том, что если выпало в империи, родиться, лучше жить в глухой провинции у моря. Они актуальны сегодня для России и для россиян? Ну, не думаю, да, что это актуально. Потому что глухая провинция у моря у нас полуостров Крым получается. И мне кажется, что сегодня многие довольно успешно и работают, и чувствуют себя комфортно в России, и отдыхают в общем в прекрасных провинциях у моря в разных частях света. Я не думаю, что сейчас время напоминает 70-е или, скажем, сталинские времена. Все-таки все по-другому. Вот в интервью Владимиру Познеру вы сказали, я процитирую, я не считаю, что Россия проиграла, я считаю, что она выиграла от краха СССР. Хорошо, что Россия тогда ушла из большой политики, мы получили уникальную возможность заняться своей страной. Нам нужно просто изменить угол зрения. Мы выиграли. Вот вы как историк, как считаете, этот период можно ли все-таки сегодня оценить объективно и широко, или же для такого полноценного осмысления должен пройти какой-то период, какое-то время? Нет, мы должны понимать, что Россия, как говорился Женицын, проиграла 20-й век, что тот проект, который обошелся столько усилий, жизни и так далее, оказался абсолютной фикцией. Ну, в общем, разумные люди понимали, что большевизм – ерунда и раньше, но в этом должны были убедиться миллионы людей. Миллионы людей убедились, и слава богу, вот это оказалось в прошлом. Вместе с этой утопией ушла в прошлое и так называемая Российская империя. Сегодня, конечно, Россия остается, в общем, империей отчасти, но уже не такой масштабный, не такой огромный. И мне кажется, что в обществе, помимо ностальгии, существует и определенная усталость от большой политики, от большой игры. Я думаю, что рано или поздно Россия придет к образованию настоящего национального государства. Оно будет оставаться многонациональным, но просто наша нация не будет пониматься как единство по крови, или, скорее, единство языка, судьбы, культуры. И я думаю, что мы придем к необходимости такого национального государства, комфортного для жизни людей, наподобие Канады или какой-нибудь другой северной страны, такого же масштаба, но более комфортной для людей. А здоровое отношение, здоровая любовь, может быть, так можно выразиться, к родине, когда ты любишь ее и в то же время видишь не только ее достоинства. Вот насколько это свойственно русскому народу? Ну, у нас большая традиция писать о том, как мы любим и ненавидим Родину одновременно, да, прощением этой России, Лермонтова, Дамаса, произведений. Мне кажется, русской интеллигенцией свойственно критическое отношение к стране, которое совершенно не мешает любви к ней. Просто любить можно природу, можно любить историю свою и так далее. Но мириться с держимордами, с нарушением чужих прав, с пытками в тюрьмах, ну, совершенно невозможно, да. И когда мы критикуем то, что мы видим, то, о чем мы знаем, да, мы хотим, чтобы страна стала лучше, наверное. — Вот Володин, депутат Госдумы и спикер Госдумы, он как-то сказал, что государство — это Путин, и, соответственно, Россия — это Путин, точнее так он выразился. Вот на ваш взгляд, насколько сейчас вот этот стереотип, он устоялся, что нет президента, нет Путина, нет России, соответственно. Существует это в общественном состоянии? Осталось недолго ждать, 24-го года, посмотрим, справедливые слова Володина. Я не считаю, что страну можно сводить к одному человеку, это совершенно не так, я в это абсолютно не верю. Я считаю, что наша страна, она, в общем, достаточно, так сказать, зрелая для того, чтобы найти другого лидера, если в этом будет необходимость. Мне кажется, Володин сказал не совсем корректную фразу, хотя она, естественно, в устатце Редворца. — 672-12-93-9, и 672-13-93-9, телефон на прямого эфира, у нас звонок. Здравствуйте, как вас зовут? — Добрый день. — Да, слушаем вас. — Да, Александр, задавайте вопрос. — Скажите, пожалуйста, вот вы выдали так отсутствие идеологии, так сказать, как главное практически достоинство России. А не кажется вам, что это самый главный недостаток? Вот Андрей Ильич Фурцев говорит, что государство, у которого нет идеологии, оно останется на обочине истории. И второе, почему Россия должна быть как Канада? Вот китайцы, например, хотят быть как китайцами, а Россия почему-то в лице либералов, хотят быть или Канадой, или еще кем-нибудь. А почему Россия не хотят быть? Спасибо. — Да, спасибо. Два вопроса. — Ну, понимаете как, есть идеология, да, вот там советская идеология, да, это идеология, а есть определенные ценности, которые нельзя назвать идеологией, потому что, ну, они не, ну, как бы не прописаны в Конституции, да. Есть определенные ценности, которые, там, действительно успешные страны разделяют. Россия их декларирует, но, по-моему, пока не вполне их разделяет. Быть как Россия, да, я хочу, конечно, жить в России, но я не хочу быть той Россией, жить в той России, которой она была в 20 веке или даже в 19. Честно, да, мне не претит рабство, мне претят сталинские лагеря, насилие над личностью. Все это меня совершенно не устраивает. Не знаю про китайцев, но меня это не устраивает. Может быть, китайцы хотят жить в Китае. Я тоже хочу жить в России, но я хочу, чтобы Россия была больше похожа на цивилизованную страну, свободную и демократическую, чем она сейчас является и чем она была в протяжении всей своей истории. Вот это я имел в виду, да. Конечно, мы хотели бы, чтобы наш дом был комфортным и уютным. Скоро нет. Но, так что Канада хуже, что не Россия? Она лучше России гораздо сегодня. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Александр Меев. Да, Александр, слушаем вас. У меня будет очень банальный вопрос. Вот смотрите, иногда посматриваю российские каналы и вот такими мелочами президент, извините, должен заниматься. У кого-то нет воды, у кого-то нет электричества. Ну что же это такое вообще, а? Ну неужели такая масса чиновников не может справиться и обязательно президенту заниматься такой ерундой? Спасибо. Да, спасибо. Путин решает все вопросы. Ну, это же шоу для народа, да. Вы серьезно верите в осмысленность подобных прямых линий. Мне кажется, что как раз это демонстрация того, что Путин владеет ситуацией, что он решит любую проблему. Это символ персоналистского авторитарного режима. Типа пресс-конференции или прямые линии. Да, относиться к ним серьезно невозможно. Да, конечно, реальное государственное управление выглядит другому. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, буквально на несколько минут. Потом вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня историк, журналист и кандидат исторических наук, редакционный директор журнала Forbes Николай Усков. Здравствуйте еще раз, Николай Феликсович. Здравствуйте. Вот вы в своем фейсбуке опубликовали в эту пятницу фотографии вместе с Борисом Гребичаковым. И написали, что вы отмечаете как раз его новую песню «Вечерний М». Рассказал он вам, кому эта песня? Ну, он сказал, что это собирательный образ телеведущего, пропагандиста вечернего эфира. Владимир Соловьев говорит, что не обиделся на эту песню, но тем не менее, как, опять же, некоторые интерпретируют его частые высказывания о выступлении Бориса Гребичакова, как раз обиделся. Вот как вы считаете, эта песня попала в цель? Ну, я не знаю, обиделся, не обиделся, наверное, от Владимира Соловьевна спрашивали. Мне кажется, что все медийные люди достаточно толстокожие, чтобы побежаться. Какое у вас отношение к федеральным каналам российским и той информации, которую они там подают? Ну, это пропаганда. Иногда она эффективна. По большей части она уже неэффективна, потому что надоело. Ну, это талантливая история. То есть, Россия умеет вести информационную войну? Ну, вы знаете, я не могу оценивать эффективность и неэффективность, потому что, знаете, в какие-то периоды, да, это было талантливо. Но мне кажется, что сейчас это уже годами не работает. Да, вот эта постоянная концентрация на Украине уже на протяжении, не знаю, шести лет, пяти лет, ну, она абсолютно неэффективна. Да, и все это надо давно сворачивать. То, что телевидение не обсуждает конкретные вопросы, да, жизни людей, это очень плохо. Потому что я считаю, что государство теряет инициативу, и все эти вопросы обсуждаются теперь на других площадках, неконтролируемых государством. Это тоже, я считаю, большим просчетом пропаганды, потому что вы теряете контроль за входом дискуссии. Вы никак не вмешиваетесь, вы не участвуете, вы не доносите до людей свою точку зрения, свою правду. В результате люди просто перестанут вас слушать, начнут вас игнорировать. Да, и рано или поздно это скажется на электоральных позициях Единой России и президента. Ну вот говоря о контроле, интересно, что, наверное, один из таких парадоксов может быть, что многие неудобные темы для российской власти, они поднимаются в глянцевых журналах, например, интервью с Ходорковским, интервью с Чичваркиным в GQ, скажем. То есть цензура, она на глянец не распространяется? Или это проходит мимо? Ну, цензура, она на самом деле распространяется только на телевидении, потому что в других средствах массовой информации, если они являются частными, у них никакой цензуры нет, никогда не было. Я работал в крупнейших журналах на протяжении 20 лет, никогда не столкнулся никакой цензурой. Да, бывают какие-то конфликты с собственниками, это такое возможно, потому что у них своя идея может быть. Но цензур, как таковой, в немассовых изданиях, все-таки, знаете, телевидение, нельзя сравнивать с глянцевым журналом. Телевидение – это миллионы людей, десятки миллионов людей. Совершенно другое влияние. Ну, вот вы, работая главным редактором GQ, выпускали тогда, был опубликован такой материал о том, что там за 5 миллионов евро можно стать членом любой партии и быть главным, ну, и решать какие-то такие вопросы важные на уровне премьер-министра. С властью тогда не боялись каких-то конфронтаций, может быть, не знаю, не боялись вообще в целом? Нет, в России вообще нет особой конфронтации таких путаковых средств массовой информации с властью. Есть действительно желание государства контролировать массовые электронные средства массовой информации. Но вот все, что касается журналов, газет, сайтов, здесь я ничего не чувствую. То есть, власти это не интересуют средства массовой информации до того момента, пока она не становится слишком влиятельным? То есть, этот принцип работает? Ну, знаете, можно быть очень влиятельным, да, но оставаться не массовым. Журнал «Татлер» очень влиятельен, да, но никому к голову не придет его цензурировать, потому что его читают те же люди, да. Его читает администрация президента, великосветская тусовка, бизнес-элита. Эти люди и так все это знают, да. Тут глупо что-либо цензурировать, да, их никто... А другое дело, да, миллионы людей, да, вот канал, первый канал, его смотрят, там, наверное, 80 или 100 миллионов человек, да. Понятно, что это огромное оружие политическое. И государство, конечно, никогда его не будет выпускать из рук, но по крайней мере, в нынешней политической ситуации. Потом, я надеюсь, когда эта ситуация изменится, и первый канал снова станет частным, но сегодня он государственный. Наталья Синдеевок, генеральный директор «Дождя», которая буквально дня была у нас в эфире, она сказала, что нас стали убивать, когда мы стали слишком массовыми. Когда у нас выросла аудитория, нас просто цинично... Совершенно говоря, телевидение, это так, да. Потому что как только телевизионный канал становится массовым, его начинают топить. Ну, у нас не так много частных каналов, все частные каналы, которые себя хорошо чувствуют, они, как правило, политичны. То, что, поскольку это единственный частный канал, который является политическим, да, он, конечно, находится под давлением. Но я бы хотел сказать, что скоро эта эпоха вообще закончится, эпоха доминирования телевидения, потому что очевидно, что новое поколение, да даже мое поколение, совершенно по-другому относится к видеоконтенту. Мы скорее ориентируемся на YouTube, мы скорее ориентируемся на сайты, чем на... У меня нет телевизора много лет, как у большинства людей моего класса в Москве. Государство российское в данном случае уже пытается как-то воздействовать на YouTube и на эти платформы, учитывая популярность того же Юрия Дудя и политических тем, которые там поднимаются? Ну, пока я не чувствую, да. Пока мне кажется, что Юрий Дудя абсолютно автономен, свободен и делает то, что он хочет. По-жимому увидим. Пока мне кажется, что у государства просто может не хватить сил и ресурсов. Мы живем в совершенно новой медийной ситуации. И тот мир, который базировался на контроле за телеканалами, он уходит в прошлое. Очевидно, да. Что мультиплатформенность, наличие огромного, кем не контролируемого контента, это реальность. И то, что рано или поздно будут возникать и возникают звезды вроде Юрия Дудя, которого смотрит сегодня аудитория нескольких десятков миллионов человек, завтра будет, может быть, под сто смотреть. Кто знает. Поэтому я думаю, что мы уже живем в реальности. Закон о суверенном интернете, который в России приняли и который пытаются реализовать, на ваш взгляд, насколько это перспективная история или, наоборот, бесперспективная? Ну, мне кажется, что большинство законодательных инициатив в сфере интернета, они преследуют две цели. С одной стороны, получить на разную, так сказать, суверенную повестку дня государственное финансирование, распилить его, деньги украсть и какую-нибудь создать никому не нужную шнягу, которая не будет все равно работать. Вторая цель – это, конечно, некий страх и паранойя, который очень плохо пользуются разведельцы, страх и паранойя вышестоящих начальников, что тот, кто владеет данными, будет владеть завтра нашей территорией. Мне кажется, что очень многие деятели, управляющиеся страной, просто находятся в XIX-XX веке, они не очень представляют себе вообще новый мир. В этом новом мире данные являются действительно огромной силой, но вовсе не размещение этих данных на территории России представляет важность, а умение эти данные обрабатывать и получать маржу от обработки этих данных. Кстати, в России, по-моему, пользоваться не умеет, все это пока выглядит, как испуг маленького мальчика перед взрослой едой. Ну вот как раз говоря об аудитории, каждый главный редактор журнала Forbes – это целая эпоха, наверное, например, если брать Осетинскую или Хлебникова, и вы. Ну вот сейчас вы редакционный директор журнала, как сегодня реализовываете свою концепцию? Насколько она отличается от предыдущей? Ну, наша концепция во все времена была верность нашим редакционным стандартам, нашей независимости, и с этим были связаны очень серьезные сражения, которые мы вели в 17-18 годах. Когда нам удалось, редакцию удалось сместить собственника, обычно происходит наоборот, собственник больнее этой редакции, нам удалось отстоять свою независимость и привлечь достаточно большое общественное внимание к проблеме независимости журнала Forbes. И нам, в конечном итоге, удалось сохранить эту независимость. Я, в принципе, считаю, что моя основная задача, моя основная миссия в Forbes была добиться именно сохранения наших редакционных стандартов, сохранения нашей независимости. И сейчас я, поскольку новый собственник абсолютно идеально с нами взаимодействует, мы не чувствуем никакого давления, но для меня главное сейчас обеспечить рабочую новую бизнес-модель издания, чтобы мы были действительно независимы, в том числе и от рекламодателей, и от нашего владельца, чтобы мы экономически были устойчивы к компании. Это очень важно. Для средств массовой информации. Русский предприниматель, русский бизнесмен на Западе, ну, Запад – это такая коллективная история, но, тем не менее, как он сегодня воспринимается? Есть определенные стереотипы в отношении выходцев из России, людей, которые попадают в списки Forbes? Ну, безусловно, да, в ситуации санкций на русский бизнес, глобальный бизнес из списка Forbes – это глобальный бизнес. Потому что русских больше ста в глобальном списке, плюс есть еще сотни тысяч миллионеров, мультимиллионеров, которые работают в разных странах, в которых очень широкое портфолио в разных бизнесах. Безусловно, санкции очень сильно затрудняют работу российского частного бизнеса. Многие люди никакого отношения не имеют к государству, его политике. Тем не менее, негатив, с которым воспринимается Россия, переносится на всех русских, которые работают с границей. Постоянно или верно. Россия сегодня выгодный для Запада противник, потому что мы можем видеть это и проявление и в искусстве, и в кинематографе. В частности, во многих таких топовых сериалах появляются русские, но уже не такие, может быть, в ушанках, а именно как раз умные враги. Так можно сформулировать. Вот вся эта массовая история на Западе, она как-то отражается на России и на восприятии России, как вы считаете? Ну, конечно, отражается. Нам, конечно, сложнее стало жить, потому что мы все много путешествуем. Я много путешествую. И, конечно, я чувствую все время, мне приходится оправдываться, да, что мое отношение к стране, оно совершенно, так сказать, не совпадает с тем, что люди полагают, я должен думать. Да, мне очень много не нравится, и я устал от того, что я не могу жить в мире со своей страной, мне это неприятно. Но это неизбежная ситуация, да, в России очень часто люди оказываются в положении, когда они не согласны с политикой власти, но они не могут ничего изменить. И, в общем, могут только об этом писать и говорить. Уже это хорошо, что мы можем свободно об этом говорить, и это является предметом дискуссии, но никто не затыкает рот. Я надеюсь, что когда-нибудь это изменится, потому что пока государственные интересы в России по-прежнему рассматриваются выше, чем интересы частных лиц, это очень плохо. Я считаю, что это абсолютно анахронистично и не соответствует тренду, в котором живет остальной мир. Насколько ваша работа отражает ваш собственный жизненный стиль? Ну, я человек довольно правых взглядов, я верю в предпринимательство, я верю в частную собственность, и мне приятно и интересно работать в журнале, который пропагандирует каталистические ценности. Ну, не такие вот архаические капиталистические ценности, мы говорим о социальной ответственности, о многих вещах тоже, но мне важно, что я работаю в журнале, который про частную инициативу. Я вообще за то, чтобы вернуть людям их жизнь, их собственность. Этого в России, в протяжении всей русской истории, было очень мало. Было мало периодов, когда человеческая жизнь, человеческая инициатива, собственность уважались. Мне кажется, это должно быть больше. А светская московская жизнь вам по духу близка? Ну, я работаю, я много работаю, и для меня светская жизнь – это часть моей работы, потому что, ну, собственно, что такое медиа? Медиа – это посредник между ньюсмейкерами и публикой, да, естественно, я должен общаться с ньюсмейкерами, должен иметь с ними хорошие, стабильные мужские отношения, чтобы у нас был эксклюзив, чтобы у нас были рекламные контракты какие-то и так далее. Понятно, что это часть моей работы. Москва – хороший город, у меня весело. Но светская жизнь является индикатором вообще того, что происходит в стране? Она меняется вместе со страной, с государством, является отражением неких каких-то политических процессов и так далее? Ну, скорее, мне кажется, здесь нет такой четкой связи именно с государством, потому что у государства своя светская жизнь довольно тоскливая. Это официальные вечерние приемы, с невкусной едой, как правило, с плохим алкоголем, но, так сказать, на них обязательно надо присутствовать, потому что там присутствуют первые лица страны. Есть светская жизнь тусовки, да, она там меняется, конечно, потому что меняются вкусы, меняются потребности. Если раньше она в основном концентрировалась вокруг, например, моды и бутиков, то сейчас она в основном связана с театром и кино. Ну, вот, да, здесь есть тренд. Мне кажется, что есть такая еще вечная социальная жизнь, это свадьбы, юбилеи и прочее. Тут меняются антуражи, меняются, наверное, меню. Но в целом, мне кажется, если так вот оглядываться на все 20 лет, которые я прожил в этой светской жизни московской, я могу сказать, что, конечно, стало больше вкуса, чувства меры, мне кажется, больше стиля, больше хороших манер. Поэтому Москва в этом смысле, она напоминает такие блестящие образцы европейской, европейской светской жизни в Лондоне или в Париже, где присутствует имя Миланин. Ксения Собчак можно назвать символом светской Москвы сегодня? Ну, в светской Москве много символов, а она, безусловно, один из главных. Ну, хотя, Ксения Собчак, она в протяжении многих лет такой важный опининмейкер в Москве, но не единственный, вот нельзя все сводить к ней, да, у нас сейчас достаточно много ярких, интересных людей, вот тот же Юрий тут сейчас недавно появился, совершенно неоткуда. А деньги можно ли сегодня считать критерием успеха? Ну, деньги во все времена были критерием успеха, просто помимо денег, наверное, критерием успеха является еще твоя медийность. И случайно у нас есть несколько рейтингов, которых мы меряем людей не только по их состоянию, но и по их медийности. Потому что в некоторых профессиях, особенно в шоу-бизнесе, медийность иногда гораздо больше значит, чем то, что мы посчитали является собственностью этого человека. Скорее всего, есть там недомантинизированная медийность, например, или просто медийность, которую мы пока не можем посчитать. Мы уже не все знаем. Но мы понимаем, что без громкого имени сегодня в эпоху Инстаграма, в эпоху других социальных сетей много денег не заработаешь. Вот одно из событий вашей юности, которое вы назвали своим первым успехом, это то, что вы поступили в МГУ и в сочинении вместо 60 ошибок, как обычно, вы сделали всего одну, там запятая, кажется, была, вы сказали, не поставлено. Успех, на ваш взгляд, он поворачивается банально к тем, кто трудится, или есть определенный процент удачи? Вот как это было в вашем случае по жизни? Ну, я считаю, что все равно главное усилие сознательное, потому что что такое удача? Удача это во многом, если ты уже оказался в нужном месте в нужное время, тебе рано или поздно повезет, просто по теории вероятности. И, как говорила Екатерина II, счастье не так слеп, как его изображают. Все-таки мы часто идем в каком-то направлении, упорно, долго, и дальше нам кажется, что нам просто повезло, что мы увидели под Березовик, например, а на самом деле мы просто очень долго идем. И мы неизбежно могли под Березовик найти. Поэтому мне кажется, что нужно просто очень хотеть, очень любить, чем ты занимаешься, и рано или поздно тебе повезет. Ну, вот опять же говоря, об успехе вспоминается книга Мартин Идденджека Лондона, где главный герой достигает успеха, и потом понимает, что его возлюбленная хочет быть с ним не ради любви, а опять же из-за его успеха, и он теряет какое-то ощущение чистоты. Трагический такой конец, и может быть не трагический, опять же, и наверняка есть и продолжение всего этого в его самоубийстве. Успех вообще сам по себе что-то значит, на ваш взгляд? Ну, успех – это самоудовлетворение, то есть когда твои усилия вознаграждены, да, то есть когда ты состоялся как человек, как личность, и окружен уважением, вниманием, заботой, в конце концов, ты становишься материально независимым, да, и можешь делать то, к чему у тебя лежит душа, да, чем больше у тебя возможностей, тем больше способов реализовать то, что тебе нравится. Мне кажется, что успех – это очень важная категория, да, и не надо думать о том, что люди, которые с тобой общаются, они общаются с тобой из-за твоего успеха, безусловно, но успех же часть твоей личности, поэтому, конечно, с успешными людьми интереснее, наразно интереснее, чем с обычными людьми. Обычные люди, но они живут своей какой-то достаточно тривиальной, в общем, розаической жизнью. Конечно, когда ты общаешься с великим композитором, великим хирургом, или великим предпринимателем, тебе гораздо интереснее, понятно. Поэтому я, честно, не думаю, что «Ой, она спит со мной из-за моих денег». Ну да, разумеется, потому что деньги – это часть твоего успеха. Мне кажется, это и женщины инстинктивно тянутся к более самостоятельным, более сильным особям. Нормально. Точно так же, как мужчины инстинктивно выбирают красивых. Ну, потому что это престижно. Вам приходилось видеть историю успеха без любви? Насколько это долгоиграющая все-таки история? Ну, как без любви? В каком смысле без любви? Без истины. Нет отношений с кем-то, но это часто бывает, да, потому что многие успешные люди, они не всегда счастливы в личной жизни, потому что у них очень мало свободного времени. И происходит какая-то, видимо, деформация личности у многих, когда они просто не хотят тратить время на эмоции, да. То есть у них очень такое утильтарное отношение к человеку, да. Мне нужно с кем-то прийти в общество, мне нужно с кем-то снять сексуальное напряжение, и всё. Больше мне ничего не нужно. И мне кажется, ну да, но я полагаю, что любой человек, который очень много занят своей работой, он, конечно, что-то теряет в личной жизни. Пётр Равин в своей книге «Время Березовского» рассуждает о смерти, и там как раз есть в одной из глав в диалоге, он как раз говорит о том, что легче умирать, когда ты добился практически всего в жизни. Вот для успешного человека, ведь его тоже посещают мысли о том, что все мы умрём, и, в общем-то, вот эти, с одной стороны, банальные, с другой стороны, вечные вопросы о том, а что будет потом, и для чего всё это нужно, и хочу ли я быть самым богатым человеком на кладбище, например. Вот как в этом смысле обстоят дела? Ну, я думаю, что, знаете, смерть и деньги – это разные вещи, да. Всё-таки многие благодаря деньгам преодолевают смерть, да. Это строят такой своего рода памятник себе большой, создают красивые благотворительные фонды, музеи открывают. Многие, да, строят большие здания, которые носят их имя. Мне кажется, это способ тоже преодолеть смертность нашу. Но в целом, какая разница, кто ты на кладбище, самый богатый или самый белый, ты или на кладбище. Как говорил тот же Березовский, кто умер, тот и проиграл. Собственно, жизнь заканчивается, она в какой-то момент закончится, и уже не важно, сколько у тебя было денег, да. Ну, да, наверное, твоим наследникам это важно. Но в конечном итоге, если кого-то мучают такие мысли, то, наверное, нужно какой-то памятник нерукотворный строить при жизни, да. Открывать музеи, создавать фонды общественные. Всё в могилу не заберёшь, и вообще тебе это рано или поздно будет не нужно. Что касается людей не очень обеспеченных, да, у которых не стоит вопрос создания музея или благотворительного фонда, кажется, лучшее продолжение себя и твои дети, да, в конечном итоге. Больше детьми надо заниматься. Это своего рода тоже форма бессмертия. И сейчас звонок у нас, примем его. Здравствуйте, как вас зовут? Извините, маленький вопрос. Слушайте, Машин. Очень коротко. Вот вы знаете, практически все, кто выступает, вот москвичи, и вот вы сегодня. Ну, Москва хороший город, у нас всё хорошо. Вы что, отдельное государство строите? А вы скажите, как у России во всей? Спасибо. Ну, вопрос был про Москву. Россия живёт по-разному, да. Есть прекрасные города вроде Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, симпатичные, со своей какой-то яркой жизнью. Ну, в целом, конечно, страна живёт с тяжёлым. Что-то скрывать. Да, Москва, Москва, да. Но мы должны не забывать о том, что когда я говорю, что в Москве хорошо, да, Москва – это отдельная страна. Что такого? А Нью-Йорк – это что, Америка? А Лондон – это что, Англия? Нет, конечно, Париж, не Франция. Это мегаполис мирового уровня. Конечно, он будет жить всегда по-другому. И в нём будет интереснее, в нём будет богаче, в нём будет и тяжелее одновременно. Это особая страна, ничего плохого в этом не вижу. Что плохого в том, что Нью-Йорк – это особая страна. Конечно, это особая страна, он не похож на Америка, а делька на него никак не похожа. Я думаю, что это просто улучшить больших городов. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы всё-таки другие города России, не крупные, а обычные города, не мегаполисы, жили нормальной, счастливой жизнью, как живут все эти маленькие городишки в Америке. Там, может быть, нет такой роскоши, такого блеска и великолепия, как в Нью-Йорке. Но там есть нормальное здравоохранение, нормальное образование, хорошая экология, там комфортные человеческие условия жизни. Конечно, к этому хочется стремиться. Пока между Прополь, между Москвой и остальной Россией, если не брать крупные города, гигантские. Это просто разные планеты, разные континенты. Ну что ж, спасибо, что вы нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Редакционный директор журнала «Форбс», историк и журналист Николай Усков был с нами на прямой связи. Спасибо вам, всего доброго и до свидания.